МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа «Итоги недели» в студии Татьяны Трофимова. Какие темы в центре внимания? О чем говорили и что обсуждали на последней неделе апреля? Громкие заявления и главные цифры из первых уст и в репортажах корреспондентов национального телевидения. Сегодня в выпуске. Время помогать. Поддержать тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 60 тонн гуманитарной помощи отправила республика на Донбасс. Парад Победы, Бессмертный полк, театрализованное представление. Мы все ждем вот эту знаменательную дату, потому что она важна, значима для каждой семьи. 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне пройдет с размахом. Инклюзивный проект чебоксарской школьницы может выйти на всероссийский уровень. Все это не зря. Есть отдача. Полуфиналистка конкурса «Моя страна, моя Россия» Олеся Матвеева о том, почему важно помогать другим. Глава республики Олег Николаев встретился с делегацией Самарской области. На встрече обсудили вопросы развития научно-образовательных центров мирового уровня. В настоящее время в состав участников научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» от региона входит Чувашский государственный университет. Олег Николаев также предложил включить в состав участников Чувашский государственный аграрный университет. Для нас республика Чувашия – это надежный партнер, потому что не всегда так партнеры, когда еще не имеют обязательств, активно включаются и пытаются встроиться, чтобы быть полностью готовыми к будущим сложностям. В рамках данного центра образовательные и научные организации разрабатывают проекты, направленные на решение стратегических задач научно-технологического развития, разрабатывают новые продукции и технологические решения для организаций, действующих в реальном секторе экономики и многое другое. Конечно же, для нас является той формой нашей совместной деятельности, которая направлена на реализацию задач, обозначенных президентом. Это, прежде всего, естественно, максимальное использование научных умов и превращать их сначала в научные открытия, а потом уже, естественно, коммерциализировать и превращать в конкретные производственные процессы и площадки. Сейчас с центром сотрудничает Чувашский госуниверситет. Там запланировано открытие центра по поддержке инновационных исследований, актуальных для промышленности и особенно транспортного машиностроения Чувашии. Глава региона предложил подключить к проекту инженерии будущего аграрный университет. Кроме этого, на встрече обсудили перспективы сотрудничества с образовательным центром «Сириус». У «Сириуса» есть проект «Сириус. Лето» для всей страны, в который активно включены коллеги из инженерии будущего вместе с Самарским региональным центром. Суть как раз этого проекта, когда индустриальные партнеры вместе с вузами формируют отдельно, по-другому, более в легкой форме проектные задачи и ставят их перед школьниками. В ходе визита делегация познакомится с научно-образовательным, технологическим, промышленным, инвестиционным, инновационным потенциалами республики. Также на этой неделе глава региона провел переговоры с генеральным консулом республики Узбекистан в городе Казань Фаридзином Настриевым. На встрече обсудили торгово-экономические отношения и инвестиционный потенциал обеих республик. Мы сверили в часы, в первую очередь, о нашем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Также перспективы на дальнейшую работу, развитие наших отношений. Российская Федерация является стратегическим партнером республики Узбекистан. Несмотря на годы пандемии, у нас товарооборот вырос на 18%. Генеральный консул отметил, что кроме торгово-экономического сотрудничества важен и культурный обмен, а также развитие туризма. Обмен культурной составляющей и, может быть, информирование и узнавание другого через культуру. Конечно, раскрывает чуть-чуть другие составляющие и особенностей территории и национальности. А самое главное, может быть, повышает привлекательность, в том числе с точки зрения развития туризма. Фаридзин Настриев рассказал, что в Самаркандской библиотеке «Шелковый путь» в ближайшее время планируют подготовить стенд, знакомящий с Чувашей. Глава республики, в свою очередь, отметил, что в Чувашском государственном университете с удовольствием принимают студентов из Узбекистана. Также им предоставляется возможность работать на производственных предприятиях во время учебы. Глава Чувашей рассказал о туристическом маршруте «Рунический путь». Фаридзин Настриев во время рабочей поездки в регион запланировал посещение мемориального комплекса «Победы» и встречи со студентами-предпринимателями. Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Поезд помощи». Сегодня из Чубаксар торжественно отправили вагон с гуманитарным грузом для Донбасса. Состав поезда будет сформирован в Москве из брендированных вагонов от каждого региона. После объединения поезд доедет до Ростовской области для отгрузки в Донбасс. 60 тонн продовольствия загрузили в специальный вагон. Здесь мука для выпечки хлеба, минеральная и питьевая вода, семенной картофель, перловая крупа. Очередной результат – объединение наших усилий. А эти объединения усилий, прежде всего, направлены на то, чтобы поддержать. Поддержать тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Я благодарю всех жителей Чувашии, всех жителей, всех хозяйствующихся объектов и все общественные организации, которые откликнулись на то, чтобы объединить наши усилия. Это уже четвертая партия гуманитарного груза, которая отправляется на Донбасс. 173 тонны продуктов питания, средств личной гигиены, одежды и обуви из Чувашии уже в Донецкой Народной Республике. Уверен, что и этот вагон, который из Чувашии идет на Донбасс, тепло примут, с благодарностью примут. Ну а мы будем дальше вместе строить справедливое, правильное и безнацистское братство, общее пространство, культурное, православное. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Поступают финансовые средства, на которые закупают бытовые приборы и лекарства. На призыв откликаются как простые жители республики, так и предприятия. Как заявил Олег Николаев в своем телеграм-канале, в ближайшее время представители электротехнического кластера региона окажут помощь в восстановлении энергосистемы Донбасса. Сегодня в целом по стране принимается очень много шагов для того, чтобы быть и оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. И, конечно, очень важно, что именно в преддверии 9 мая мы сегодня здесь. И жители Чувашской республики всегда обладали тем удивительным свойством, чувством милосердия и помощи тем, кто нуждается в поддержке. Вагон с продовольствием из Чувашии – часть всероссийского проекта «Поезд помощи». В акции приняли участие 63 региона страны. В Москве поезд от нашей республики станет частью большого состава. «Поезду помощи, добрый путь». 29 апреля в Чувашии отметили День государственных символов республики. Ровно 30 лет назад депутаты Верховного совета Чувашии утвердили гимн, герб и флаг. В регионе прошло порядка 600 мероприятий. В школах уроки начинались с информационной пятиминутки об истории памятного события. Основное мероприятие – музыкальный флэш-моб прошел на Красной площади Чебоксар. В основу гимна Чувашии положена песня «Таван Щерши». В музыку на слова Ильи Тукташа написал Герман Лебедев. Государственный флаг и герб разработал мастер Геральдики Чувашии Ильи Юрьев. Цвета флага традиционные – желтый и пурпуровый. По центру полотнища расположены древние эмблемы – древо жизни и три солнца. На Красной площади прошел праздничный флэш-моб, в котором участвовали студенты, волонтеры и даже воспитанники детских садов. Флаг – это наша Родина. Я знаю, что это Россия, а там Чувашский. Чувашский флаг – желтого и красного цвета. И республика – это наша Родина. Сегодня праздник Чувашского герба и флага. Флаг и герб нужны республике, чтобы отличаться от других республик. У нас же и красный, и желтый цвет – традиционные цвета наши Чувашии. Везде, откуда ни посмотришь, сразу ассоциируются с Чувашией. Поэтому красный цвет – это цвет жизни. Желтый цвет – цвет солнца. Они объединяют. Девять дней остается до празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ко дню Победы выплату в 10 тысяч рублей в Чувашии получил 141 ветеран. Согласно указу президента страны Владимира Путина, от 2019 года ежегодная разовая выплата полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Никаких заявлений писать не нужно было. Выплату доставляли вместе с апрельской пенсией. Парад Победы, Бессмертный полк, концерты, уроки мужества, показы патриотических фильмов. Эпидемиологическая ситуация в этом году позволяет развернуть масштабный праздник. Сводный полк Чебоксарского гарнизона торжественно пройдет по площади республики в столице Чувашии в составе парадного расчета свыше тысячи человек. Там же проедет историческая и военная техника. По сравнению с предыдущим годом количество техники у нас увеличилось. Будет свыше 100 единиц техники. И в связи с тем, что пока погода нам обещают хорошую, будет, соответственно, пролет авиации с выброской парашютистов, с флагами родов войск в республике и Георгийский лент. Мы готовимся к большому наплыву гостей в город. Мы проводим парад Победы, мы проводим парад Бессмертный полк. Два года ковидных прошли. Я думаю, что сегодня как никогда актуально объединение именно плечом к плечу, выйти на улицу и вспомнить всех участников Великой Отечественной войны и показать наше единство. Георгиевская лента, вальс Победы, вахта памяти, бессмертный полк. Чувашия традиционно примет участие во всероссийских акциях. И в республиканские мероприятия вовлекут практически каждого жителя региона. Государственные архивы проводят также работу над созданием комплекса архивных документов, кино и фотоматериалов. Среди них гражданско-патриотические акции «Софета памяти поколения. Народная память. Сохраним победу». Всего в республике в текущем году планируется проведение не менее 2000 мероприятий с общим охватом участников свыше 500 тысяч человек. Мы все ждем вот эту знаменательную дату, потому что она важна, значима для каждой семьи. Потому что в 1945 году наш народ освободил не только свою страну, но и весь народ мира освободил от нацистов. На подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы, в республиканском бюджете предусмотрено 3 миллиона рублей. В текущем году в республике на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в ДОВ выделено 11 миллионов 200 тысяч рублей. Стоимость единовременной денежной выплаты в этом году составляет 2 миллиона 203 тысячи рублей на одного человека. На текущее время у нас в очереди состоит 6 человек из числа ветеранов ВОВ, а именно в ДОВ ветеранов ВОВ. Из них 3 человека поставлены на учет в течение первого квартала текущего года. На сегодняшний день 5 человек получили свидетельство о правильном получении социальных выплат, из которых 4 уже прибыли жилые помещения. Один человек пока находится в поисках приобретения жилья. С 2010 года жилищные условия в республике улучшили 6055 человек. Это инвалиды и участники войны, вдовы участников. Расширить возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно на это направлен проект «Инклюзивные экскурсионные арт-маршруты по Чувашии для детей с ОВЗ». Его создатель Олеся Матвеева, ученица 59-й школы города Чебоксары. В прошлом году 11-класснице удалось выйти с этой работой в полуфинал конкурса «Моя страна, моя Россия». Олеся рассказала о реализации проекта организаторам конкурса и главе Чувашии в режиме видеосвязи. Весна, 11-й класс. Для многих старшеклассников пора отодвинуть все на второй план и активно готовиться к ЕГЭ. Для Олеси Матвеевой и медиаволонтеров возможность научиться совмещать все и сразу. Ее проект «Инклюзивные экскурсионные арт-маршруты для детей с ОВЗ» в самом расцвете. «Мы создаем экспонаты о родном крае, также тактильные модели, разрабатываем сценарии к экскурсиям и используем оборудование нашей школы. Сейчас мы активно работаем над созданием медиаконтента. Туда входят медиагиды, документальные фильмы и медиаквесты». У нас уже было создано более 20 экскурсий по таким темам, как «Чувашская вышивка», «Чувашия во время Великой Отечественной войны», «Выдающиеся земляки Чувашии», «Чувашские обряды и традиции». Проект направлен и на создание творческих мастерских, которые адаптированы под возможности каждого ребенка. Применяются акваанимация, интерактивные планшеты и многое другое. «Это интерактивная песочница. Здесь можно включать разные темы. Например, сейчас здесь включена природная тематика. Туда дети могут играть с песком, развивая свою моторику. И вот меняется ландшафт, получается, здесь, где более углубленная вода появляется, здесь, наоборот, суша. И также можно делать горы и остальное. Дети изучают окружающий мир, развивают моторику рук». Проект Олеси не появился бы на свет без ее наставницы, руководителя медиастудии и учительницы истории Натальи Ивановой. Именно она рассказала девушке о всероссийском конкурсе и помогала на протяжении всего пути. «О конкурсе мы узнали три года назад, и поучаствовать в нем было такой небольшой мечтой. Мы все очень надеемся, что проект Олеси будет поддержан платформой «Россия – страна возможностей» и будет масштабироваться и тиражироваться в масштабе всей страны». С каждым годом количество участников конкурса «Моя страна, моя Россия» только растет. Чуваша – не исключение. В 2019 году из республики поступило 328 проектов. В этом – более тысячи. «Такое количество проектов, которые генерируются в Чувашской республике, это для нас, для руководства Чувашской республики, несомненно, огромный кладезь идей. Мы, естественно, каждую идею прорабатываем, сопровождаем и просматриваем на их предмет полезности, ну и, конечно, реализуемости, и всячески будем поддерживать ребята для того, чтобы они их реализовали». «Хочу сказать спасибо за активное участие в наших проектах. И вот только тот проект, который вы реализуете, он, безусловно, очень важный, нужный. И я думаю, что мы подумаем совместно, как применить предложенные вами практики в наших проектах». Проект Олеси Матвеевой уже помогает детям с ограниченными возможностями здоровья в Чувашии. Теперь у него появилась возможность выйти на всероссийский уровень. «Когда видишь восторженные лица детей, слышишь от них слова благодарности, ты понимаешь, что все это не зря, что есть отдача, вот эта вот благодарность, восхищение». В этом году Олесе закончит школу. Но она знает, проект не пропадет. Ее дело продолжит следующее поколение волонтеров. А она, в свою очередь, реализует проект уже в университете. Семь городов Чувашии назвали привлекательными для туристов. Минэкономразвития Чувашии сообщает, что Федеральное агентство по туризму включило их в перечень населенных пунктов туристического интереса. Ростуризм оценивал конкурсные проекты по формированию программ туристского кода центра города. В список от Чувашии вошли Чебоксара, Цивильск, Мринский, Посад, Ядрин, Алатарь, Шумерля и Козловка. Муниципалитеты будут учитываться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России при формировании адресного перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2023 году. Среди предложений установить навигационные стойки, аншлаги, настенные панели, информационные стенды, строительство смотровых площадок и мест для отдыха. Инициатива Чебоксар – создание макетов снесенных исторических зданий до появления водохранилища и создание дополненной реальности с воссозданием затопленных территорий. По количеству городов, попавших в перечень, представляющих туристический интерес, Чувашия уступает только Московской области. От этого региона в федеральный список попали 8 муниципалитетов, отметили в Минэкономразвитие Чувашии. Это главные темы последней недели апреля. Впереди длинные выходные. Хорошего всем отдыха. Увидимся на национальном телевидении Чувашия. Минэкономразвитие Чувашия.